Приветствую всех, вы смотрите канал Апрель, с вами Юлия Кулешова, и в этом выпуске сага об Акиевых, как хорошо устроились в Беларуси и путешествуют по всему миру, может и к нам заглядывают, кто знает, с таким-то количеством легальных паспортов и вторых личин, созданием которых, по данным журналистов из Беларуси, поспособствовали сами власти Беларуси, а именно Александр Григорьевич Лукашенко за всякие интересные плюшки, вроде дорогих машин и прочих лакшери-ништяков. Впрочем, будет не только об этом, не переключайте. Но начнем с того, как беглому президенту с Кыргызстана поживается в Беларуси. Отлично поживается, выяснил Альянс расследователей Беларуси. Курманбек Бакиев и некоторые члены его семьи пользуются несколькими паспортами, путешествуют по миру 277 раз, вылетали в разные страны, среди которых Арабские Эмираты, Израиль, Азербайджан, Украина. И это только те маршруты, о которых смогли узнать журналисты. Потому что Бакиевы, которые теперь еще и Закировы, Салиевы и даже Петровы, смогли получить шенгенские визы, несмотря на то, что находятся в международном розыске. А еще у них процветает разный бизнес. Есть усадьбы и покровительство самого президента Беларуси Александра Лукашенко. Мы рассказали о бывшем президенте Кыргызстана, Бакиеве и его близких кровных родственников, информацию о которых удалось получить благодаря помощи киберпартизан. Кроме Бакиева в Беларусь сбежал бывший премьер Даниэр Усенов, также сменивший имя на Даниил Урицкий, у которого своя родня. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Хотя сюжет тот же. Бакиевы, Салиевы, Петровы при протекции режима Александра Лукашенко ведут в Беларуси целый ряд бизнесов от казино до белорусской биотехнологической компании. Именно щедрыми подарками можно объяснить обстоятельства, что дорогому брату Курманбеку в Беларуси можно жить сразу двумя жизнями на три семьи. При этом клан Бакиевых на полную катушку использовал преимущество белорусских паспортов для путешествий по миру. Деловые поездки, отдых. И это не только страны содружества независимых государств или Эмираты. Бакиевых, Салиевых, Петровых часто видели и в Европе. Кыргызские документы на имена членов клана Бакиева в базе Интерпола и в международном розыске. А вот белорусские паспорта, похоже, туда не попали. Новая жизнь под старыми и новыми личностями у Бакиевых настолько прекрасна, что сказ о ней длится аж 42 минуты на одном дыхании. Заканчивается все на том, что власти Беларуси должны выдать Бакиева Кыргызстану, раз уж он мало того, что объявлен международный розыск по одному из своих паспортов к кыргызскому, но и приговорен к 24 годам колонии усиленного режима. Ну и так-то в ситуации с оппозиционными блогерами и гражданскими активистами было ясно показано, что когда нам надо, мы отлично можем достать человека хоть из Москвы, хоть из подземли. Весь вопрос в том, а надо ли? Как бы то ни было, белорусские журналисты говорят, что передали всю информацию о всех личностях Бакиевых властям Кыргызстана. Остается выяснить, как европейская система проверки отпечатков пальцев рук не обнаружила совпадений, когда один и тот же человек, имеющий одни и те же отпечатки, оформлял для себя визы в разные паспорта с разными именами. Итак, в ходе расследования мы установили, что Александр Лукашенко, исходя из своих собственных интересов, раздает своим друзьям-диктаторам белорусское гражданство и паспорта. Принятие в гражданство осуществляется на основе закрытых указов в тайне от общества. Особо ценные друзья получают по несколько паспортов на разные фамилии, тем самым создавая несколько личностей. Кстати, в марте этого года издание Moscow Times сообщило, что гражданство Кыргызстана получили известные российские политики и бизнесмены, в том числе и те, на кого на родине возбуждены уголовные дела в связи с мошенничеством, коррупцией. Потом выходило еще несколько материалов на основе указов Садыра Джапарова о приеме в гражданство Кыргызстана, и в августе этого года данные засекретили. То есть на сайте президента Кыргызстана публикуется информация о том, что подписан указ о принятии в гражданство нашей страны, а списка с фамилиями, как было раньше, нет. Даже число новых граждан Кыргызстана не указано. А при попытке открыть старые указы о приеме в гражданство нашей страны, вот что выдает. Хотя раньше ссылки были вполне рабочими. А еще в августе этого года разразился скандал, в эпицентре которого оказался российский блогер Михаил Жиховицкий, ответивший кому-то в комментариях на фейсбуке, что в гражданство нашей страны он получил, цитирую, по приколу. Ряд СМИ это растиражировал. Разумеется, последовали возмущения и призывы выдворить Жиховицкого из страны. Он потом ответил, что СМИ его не так поняли и им лишь бы отработать инвестиции Запада. А на самом деле все очень серьезно. Новые граждане Кыргызстана, которые из числа бывших российских способствуют развитию IT-сферы в Кыргызстане, создают рабочие места, платят налоги, переводят накопления в наши банки и поднимают нашу экономику. Главное, для России Кыргызстан это самое надежное окно в Китай. Объем торговли Кыргызстана с Российской Федерацией за год вырос на 16%, это больше, чем за предыдущие 5 лет. А экспорт Германии в Кыргызстан вырос 84 раза за год. Тут ничего пояснять не нужно. Кыргызстан будет и дальше гигантскими темпами наращивать выгоду от торговли с Россией. Россия же будет вкладываться в инфраструктурные объекты в Кыргызстане. Все это колоссальные суммы, исчисляемые сотнями миллиардов сумм. Азия теперь ключевой экономический партнер Российской Федерации. Суммы будут быстро расти. Ну как бы, если все так хорошо, то зачем скрывать данные о том, кто получил гражданство нашей страны? Что выглядит особенно не очень на фоне лишения паспорта Кыргызстана кыргызского журналиста-расследователя Булота Тимирова, этнического кыргыза, родившегося в Кыргызстане. В соцсети облетело это видео «Спецназ на свадьбе». Хорошо, что невесту лицом в пол не положили. Кто-то разглядел шевроны пограничников, кто-то просто возмутился. Кто-то сказал, что прикольно же, отражение новых трендов. Спецназ не только прочно вошел в нашу жизнь, но и в чью-то семью. Хотя жених говорит, что это не настоящий спецназ, и оружие не настоящее, это спецназ по наружку, и оружие у него страйкбольное. Минобороны сказали, что это не их жених, не является военнослужащим Минобороны. Ну и теперь про другое. Пару дней назад в мусорном баке одного из столичных микрорайонов нашли новорожденного ребенка. Медики определили его состояние как тяжелое из-за рождения в неизвестных условиях и переохлаждения. Поместили сначала в реанимацию, а потом после улучшения состояния перевели в первый родом, говоря, что сейчас его состояние стабильное, хорошее. Сегодня милиция сообщила, что Надина и Водворина в изолятор временного содержания 21-летняя девушка подозревается в том, что это именно она оставила ребенка в мусорном баке. 8 ноября в 23.30 в милицию поступило сообщение о новорожденном завернутом в мусорный пакет в мусорном баке на пересечении улиц Льва Толстого и Элебаева. Следственная служба УВД Октябрьского района возбудила уголовное дело по статье 37.125 покушение на убийство матерью новорожденного ребенка Уголовного кодекса, назначенной экспертизы. Создать бы бэби-боксы. Такое решение не раз озвучивалось, в том числе в Джигурку Кенеша. Аж в мае прошлого года последний раз озвучивалось, но пока так. Но может когда-нибудь все же придем к этому. А еще придем к тому, чтобы люди в очередях не падали в обмороки. Такая фотография появилась в социальных сетях. Говорится, что женщина хотела показать сына врачу в детской больнице в Джали, но потеряла сознание и упала. В Национальном центре охраны материнства и детства ответили, что фото было сделано еще до начала работы медиков, потому что люди приходят сильно заранее, составляют списки, очередности, и к началу приема там уже вот так вот много. Администрация НСО МИД предпринимает конкретные шаги по нормализации очередности детей. На этапе внедрения находится электронная запись на прием к врачам. Также будет внедрена электронная очередь по факту прибытия пациентов. Мы призываем родителей детей к спокойствию, приходить на прием ко времени начала работы НСО МИД. Пациентов, обратившихся по экстренным показаниям, принимают дежурные врачи без очереди в приемном отделении центра. Вот, обещают внедрить электронную очередь. Это на каком году шагающий по стороне цифровизации? Но есть и позитив. В Центре охраны материнства и детства открыли государственную аптеку. Это где цены обещают ниже рыночных. И установили новый аппарат МРТ. Единственный государственный аппарат МРТ в Бишкеке, действовавший в НСО МИД с 1996 года, в 2022 году вышел из строя. Нуждающиеся в обследовании на МРТ пациенты вынуждены были обращаться в частные медицинские центры, что создавало неудобства пациентам и медицинским работникам. МРТ-диагностика является наиболее безопасной для детей и младенцев, так как она основана на магнитном воздействии, вследствие чего пациенты получают нулевую дозу радиации. Обещают, что цена одного исследования будет составлять 2200 сомов. Еще позитив Министерства природы совместно с Национальной академией наук и тремя международными организациями выпустила в дикую природу 15 соколов в рамках проекта по восстановлению их популяции в Кыргызстане. Всего в рамках этого проекта к нам завезли 97 соколов из Саудовской Аравии. Сокол имеет сакральное значение и символизирует свободу страны, стремление к лучшему, щедрость и высоту помыслов кыргызского народа. И поэтому на государственном гербе Республики Кыргызстан изображен расправляющий крылья белый сокол. А еще можем порадоваться снова Засадыра Джапарова. У него очередной вояж. За неполную неделю успел побывать в Ташкенте, Париже и теперь в Эр-Риаде. Это в Королевстве Саудовская Аравия. Саудовская Аравия Саудовская Аравия прибыл на частном самолете уже в традицию в ход. Встретил президента Садыра Джапарова принц Мохаммед бин Абдурахман бин Абдель Азиз, зам губернатора Эр-Риада. В рамках своего визита Садыр Джапаров примет участие во внечередном исламском саммите государств-членов организации исламского сотрудничества, в ходе которого планируется обсуждение Палестино-израильского конфликта. Ох, вояж, вояж. Такие дела и такие не новости, а новости читайте в нашем Телеграм-канале АпрельТВ, а также на наших страницах в Инстаграме и Фейсбуке. Всем добра, пока. Субтитры создавал DimaTorzok